Девочки, всем привет! Я уже не снимала где-то неделю. У нас очень холодно, идут дожди. Дожди, дожди непрекращаемые, короче. Поэтому толком ничего не снимала, даже то, что готовлю, не снимала. Вот сегодня испекла сосиску в тесте. Красота! Слоёное дрожжевое тесто купила Благовещенское. Вообще классное, шикарное, очень-очень вкусное, воздушное слоёное дрожжевое. Ещё купила такое же слоёное бездрожжевое. Тоже можно будет попробовать что-нибудь из него испечь. Но вот слоёное дрожжевое я буду брать ещё, потому что оно мне очень понравилось. Сосиски в тесте получились безумно вкусными, воздушными, классными. Короче, на улице у нас дубак. А здесь я приготовила сегодня шурпу. Вот такой вот красивый такой бульон прозрачный. На курице. Оказывается, на курице тоже можно готовить шурпу. В начале обжарила курицу, куриную грудку и куриные вот от крылышек, крылья. Обжарила, добавила морковку у меня замороженная, лук. Опять обжарила всё это дело. Потом нарезала картошечку вот так крупненько. И залила всё это дело. А, ещё болгарский перец. Где он у меня? Заморозкий болгарский перец. Мы его съели, что ли? Вот один плавает. Вот он. Короче, таким большим куском. Кусочками, такими половинками. И залила водичкой, посолила по вкусу. Лавровый листик по вкусу. Всё это дело очень долго томилось. Короче, картошка получается безумно вкусной. Не только картошка, но и бульон. Немножко растительного масла ещё. Прям замечательно. Вот такой у меня получился сегодня ужин. Это уже я не завариваю чай, а добавляю в заварку. Так что это? Жук? Нет, это не жук, это заварка. Смородиновые листья майские. Надо как можно чаще их пить. Очень ароматно, очень вкусно. Сейчас кипяточком зальём. И повторно как бы чай заварится. Очень ароматно, очень вкусно. Нет, что там? Куркан. Подарок есть. Подарок. Подарок. Целый, не целый? Папа купил Айжанке подарок. Режем. Ну просто что, целый, не целый? Мы не открывали в Сберии его. Открывать надо. Папа. Ну, устроено. Здесь папочка. Что там, Айжан? Подарок есть. А что там внутри? Подарок есть. Какой подарок? У, устроено. Я сегодня наточила его. Ух ты. Ух ты. Ого. Нормально упаковали, смотри. Папа, мне сейчас кукол. Кто здесь, Айжан? Кукол здесь. Целый пришел, смотри. Папа, какой же Лев? Конструктор Лего Классик. Давай мы тебя сфотографируем. Лев, папа. Открывай папу. Будем фотографировать. Открывай папа. Открывай папа. Я хотел бы так сфоткать. Открывай папа. Тихо. Интересно будет ей интересно или не интересно. Не будет, так сейчас, будет потом. Здесь написано с трех, да? Лего. С четырех. Ух ты. Что там? Это вместе с папой только собирать. Конкукор, смотри. Ножик убери. Она не поймет еще, как это делать. Это что, Айжан? Вот, смотри, как собирать. Какое папа? Сейчас откроем. Какое папочка? Вроде все целое. Ну вот такой конструктор. Конструктор. Я не знаю, здесь правильно ли все запаковано. Там вроде бумажные еще это ставится. Защитная лента. Или это в другой модели. Если понравится, купим другой. Папа, открой. Сейчас откроем. Будем открывать. Вот, собственно, все. Пока. Такой подарок. Папа, папа, наевка кукла. Нарежу сейчас. Наевка кукла, косилочка. Уберу все. Наевка кукла. Она еще не поймет, как это собирать. Папа не поймет, да. Папа, папа не ешь. Как соберете, покажем. Девочки, всем привет. Была в магазинах. В двух это магниты полушка. Покажу, что купила. Быстренько с вами разберем покупку. Здесь на 900 рублей. Цены, конечно, аховые вообще на все. На продукты. Очень все подорожало. Особенно это масло сливочное, молочка, овощи, фрукты. Фрукты я, кстати, сегодня покупала. Покупала без этого на 225 рублей. Покупала бананы и яблоки. Бананы на сегодняшний день у нас стоят 100 рублей. 110. А яблоки стоят 113 рублей новый урожай за килограмм. Короче, цены, я же говорю. Купила картошку, так как у нас картошка закончилась. Там осталось пару штук. Здесь 64 рубля за килограмм. Здесь 2 килограмма. Картофель в сетке. Без сетки стоишь 67 рублей. В сетке стоят 64. Поэтому купила то, что в сетке. Вот такой соевый соус. Давно хотела. Мне надо для... Для чего? Для курицы. Запекать на сковороде. Очень вкусно получается. И вообще добавлять подливку. Короче, мариновать. 40 рублей вот это вот стоит. 40 с чем-то ли. Давно не покупала, купила. Айжан, не шурши, пожалуйста. Я сама доставать буду. Дальше купила десяток яиц. Это у нас со скидкой 30% на 47 рублей. Вот это вот отборная категория. А так стоят, конечно же, яйца намного-намного дороже. Но я купила со скидочкой. Дальше. Пол палки колбаской докторской. На 150 рублей вытянула. Килограмм стоит 300 рублей докторской колбаски. Так, без скидки 600 рублей стоит. Но я беру всегда тогда, когда есть на нее скидочка. Это у Мкуковской наша колбаска. Уфимский мясоконсервный комбинат. Колбаса докторская. Состав категории А. Так, категория вот А. Очень мне нравится. Вкусная. И для пиццы можно. Или просто с хлебушком, с чаем бутербродик сделать. Взяла пол палочки. Также женщина за мной сразу взяла мою половину. Так, по маргарину. Я, конечно, вообще в шоке. Маргарин сейчас хозяюшка стоит 52 рубля или 53 ли. Раньше этот маргарин стоил 25, потом 30, потом 37. И под конец вообще 52 рубля, девочки. Вот самое дешевое, что увидела. Сливочник. Раньше он стоил 18 рубля. Сейчас он стоит 32 рубля. Взяла, конечно же, не одну, а целых две пачки. Потому что буду что-либо печь. Без этого никак. Также билибеевский вот такой вот спрет. 65 рубля, 64 или, короче, вот так вот. На выпечку. Так. Овощи, конечно же, уже даже если вы живете в силе, все позаканчивалось уже. Капуста молодая. Капуста, слава богу, подешевела. 65 рублей килограмм. Для нас, кажется, это уже дешево, потому что до этого стоила капуста 110, 120, по-моему, за килограмм. Сейчас 65. Такая молоденькая, можно и щи сварить, или пирог с капустой сделать. Ну, или просто салатик. Вот. Дальше. Лук у нас был, но мелкий. В прошлом году, вы сами знаете, что была такая погода жаркая. Воды больно-то не было дождей. И вот купила я лук покрупнее. Может, сам сушку сделаю с куриной грудкой, может быть, что-то другое. Но лук всегда нужен. Беру понемножку. Килограмм стоит 50 рублей лука. Когда вы помните, у нас лук стоил 50. Всегда раньше стоил рублей 20-30, да сейчас 50. И, конечно же, звезда нашей покупки. Это курица. Цыпленок бройлерный. И свежая курочка, здоровая ферма. Здесь у нас 1,6 кг сегодня стоил 140 с чем-то. 149 ли? 145 ли? Короче, точно не скажу. Вот. Ну и все, девочки. Вот это у меня покупка всего самого необходимого на 900 рублей. Вообще, сегодня я планирую сделать тортик Наполеон. Для этого у меня есть вот такое вот тесто 450 граммов. Это благовещенское тесто. Вот. Вот такой состав. И сейчас мы будем из него печь коржи. Наверное, сразу 4 поставлю. Так, а потом раз-раз разъединю их. Надо именно для тортика без дрожжевое. А если что-нибудь печь, как соседиска в тесте, лучше брать дрожжевое. Вот. Можно и самим сделать. Но у меня, раз есть сегодня тесто, будем печь из него. Вот такое вот. Сейчас покажу, как оно свернуто. Вот так вот. Немножко подмерзло. Сейчас уже растаяло, уже почти. Уже стоит где-то часик-полтора. И будем разделывать курочку, убирать в морозильник. Сегодня из нее ничего готовить не буду. Просто разделаю все на части. Филешку отдельно, все отдельно. И заморожу. Раскатала тесто. Вот что получилось. Друг на друга некоторые положила. Ничего страшного. Это слоеное тесто. Мы его разделим просто друг от дружки. Все. Просто, чтобы раз за разом одним махом испечь. И чтобы не возиться потом. Вот так. Отправляю в духовку. Но в это время делаю крем. Девочки, сразу же приступаю к крему. Здесь у меня 600 мл молока. Одно яйцо. И сахара. Где-то 8 столовых ложек. Все это дело тщательно перемешиваю. Заварная основа у нас будет такая. У нас коржи не сладкие, поэтому сюда отправляем сахара по вкусу. Я отправила где-то 8 столовых ложек. Сейчас тщательно перемешиваем, чтобы яйцо перемешалось. Дальше у меня здесь картофельный крахмал. Добавлю сюда 2 столовые ложки. И все это дело поставлю на огонь. И до первых булек. Как первые бульки появятся. Постоянно нужно помешивать, потому что масса густеет. И может ко дну пригореть. Вот. Заварная основа. Потом ждем, пока заварная основа остынет. Ну, а дальше я вам покажу, что делаем с кремом. Пока готовим только заварную основу. Так, девочки, курицу разделала. Куриная грудка разделила на 2 половины. 2 части, так как у курицы. Одна половина у меня сейчас пойдет на рубленные котлетки. Рубленные. Куриную грудку нарезали вот кубиком. Пол куриной грудки получается. Сюда же идет пол луковицы. 2 чайные ложки майонеза. Кусочек небольшого сыра нарезала. Перец, соль, приправы, яйцо, майонез, как я уже сказала, да? Все это дело сейчас перемешиваем. Соль, по-моему, забыла. И Жанна, не шуми пакетиком. Соль. Так, 2 щепоточки. И сейчас все это дело тщательно перемешиваем. И оставляем курочку нашу немножечко постоять. Так, с перцем, солью, вот с майонезом она все впитает в себя. А потом перед готовкой прямо добавляем сюда муку. Где-то 2-3 столовые ложки. Смотрим по консистенции, какое должно быть. Ну, как густенько должно быть, чтобы не разваливались. На сковороду по одной, по 2 ложки. И обжариваем с двух сторон. Готовятся они очень быстро. Сыр будет плавиться, будет очень-очень вкусно. Тем временем готовы уже коржи для Наполеона. А наша заварная основа остывает. Немножечко остынет, чтобы можно было уже взбивать со сливочным маслом. Наполеон получился. Отправляю его в холодильник, чтобы пропитывался. Такое слегка, знаете, невзрачное, имеется в виду. Коржи местами не ровные. Ну, да ладно. Он у нас быстро-быстро съестся. Очень вкусненький должен быть. Коржи такие, знаете, слоистые, вообще классные. Даже охотую здесь вот укусить. Но не буду. Так хочется прокусить где-нибудь, поесть его быстренько. Ну, пускай постоит где-то, наверное, часик. Потом чай попью. Потом покажу, какой в разрезе. Кружка только сверху. С боков нет крошки. Это домашний вариант. Не для гостей. Только для нас. Котлетная масса у нас настоялась. Я добавила муку. Перемешала. Вот такая консистенция густенькая. И сейчас буду жарить с двух сторон на растительном масле. Ну, и, конечно же, салатик сделала. Свежую капусту нарезала. Помяла с солью. Добавила сюда растительное масло. Укроп замороженный. И немножечко уксуса. Совсем чуточку. Вот такой нежный, мягкий салатик получился. Котлетка. Ну, и сами котлетки. Вот так они выглядят. Я думаю, что они уже готовы. Сыр расплавился. Я еще добавила немножко соевого соуса. На каждую накапывала сверху. Он дает, знаете, такой приятный, пикантный аромат. Я буду кушать котлетку и салатик. А мужу с макарошками. Макарошки, салатик и котлетка. Какая красота. Макарошки, салатик и котлетка. Макарошки, салатик и котлетка.